Действительно, мы уже точно можем говорить, что очередная вспышка по ковиду. Мы видим по количеству поступлений в наши больницы ковидные. Я хочу напомнить, что на сегодняшний день именно пятая наша городская больница, которая отделение расположена на Троицкой и на Лидерсовском бульваре, инфекционная больница, они являются ковидными больницами. Также третья детская больница и наш второй родильный дом определены как ковидные больницы первой волны. Но с таким количеством поступлений каждый день больных, а минимум по 50-60 человек поступают в наши ковидные больницы, конечно, мест становится с каждым днем все меньше и меньше. На сегодняшнее утро реанимационные места еще есть. Мы понимаем, что на сегодняшний день реанимационное место, главное, что было, была подача кислорода и аппарат ИВЛ. Городом были закуплены аппараты ИВЛ, и на сегодняшний день есть в городе 106 аппаратов ИВЛ. Дополнительно проведены работы по увеличению количества точек кислорода. К примеру, в инфекционной больнице, в Алиховском корпусе дополнительно проведено 150 точек кислорода. В пятой больнице еще не задействован новый корпус, который открыт после капитального ремонта на 90 коек и 90 точек кислорода. То есть городской властью делается планомерная работа. Но при такой заболеваемости, темпах заболеваемости, никаких не хватит больниц. И второй волны не хватит больниц. Мэром города только что было проведено совещание, на которое были приглашены не только ковидные больницы, которые сейчас, но и второй волны ковидные. Главные врачи этих больниц, мэр города, спросил, какие есть вопросы. Потому что сегодня самый большой вопрос, чтобы вы понимали, именно не оборудование, не кислород. Потому что городская власть эти моменты постоянно закупает и проводит с поставщиками кислорода работы, переговоры и оборудование необходимое закупается. Самая большая проблема – это кадровая проблема. Огромная нехватка анестезиологов, среднего звена медицинских сестер, младших медицинских сестер. И вот в этом вот большая проблема. И мы сегодня будем, главные врачи обратились и к мэру города, и мэр города будет обращаться и в министерство здравоохранения, и в кабинет министров поднимать этот вопрос. Потому что на сегодняшний день это самая большая проблема – нехватка кадров. Потому что всем остальным спасибо и мэру города, и городской власти мы обеспечены. Но я хочу напомнить, что единственная на сегодняшний день таблетка от коронавируса – это вакцинация. И по той статистике, которую мы проводим каждый день, из количества поступающих в наши все ковидные больницы примерно 50-60 человек, 3-4% – это всего лишь вакцинированные. За день вакцинированные поступают 2-3 человека. Это максимум. И сегодня я призываю всех одесситов – проходите вакцинацию, защитите себя, защитите своих близких от коронавируса.